И следующий докладчик, которого я хотел бы представить, это Бюнген Ульф из Университета Кембриджа Великобритании. Я хочу сказать, что Бюнген Ульф является членом Российской Академии Наук, с удовольствием хочу это упомянуть, международным членом Российской Академии Наук. И он нам расскажет, сделает, прочтет лекцию, которая называется «Новые рубежи в исследованиях годовых колец деревьев. Переосмысление дендрохронологии». Пожалуйста, Ульф, вам слово. Всем добрый день, слышите ли вы меня? Прекрасно. Во-первых, большое спасибо за приглашение. Для меня было огромным удовольствием получить приглашение и поучаствовать в этой конференции. Очень интересные презентации. Заставляю задуматься. И я считаю, также во всех этих представленных сегодня проектах есть масса возможностей для сотрудничества. Поэтому еще раз большое спасибо всем докладчикам и участникам ГАРД. Он просил меня очень коротко рассказать об исследованиях годовых колец деревьев, которыми мы занимаемся в Кембридже. И я решил показать несколько примеров. Вместо того, чтобы сейчас погружаться в теорию, я хочу рассказать, каким образом мы сегодня работаем с деревом, с древесиной, с разными материалами. Каким образом мы исследуем полуископаемые материалы, о том, какие проекты у нас сейчас реализуются, в том числе в сотрудничестве с Россией. Вы знаете, что, наверное, у нас очень много коллег в России, в частности в Красноярске. Образовался такой большой консорциум людей. Мы совместно пишем, мы публикуем статьи. И те исследования, о которых я расскажу сегодня, они связаны с этими публикациями и темами, и подтемами. Я расскажу, начну с простого. Что такое дерево? Я думаю, что у всех вас есть какой-то образ в голове. Если бы я вас спросил, что такое дерево, вы бы мне, наверное, что-то ответили. Давайте посмотрим в конце моего выступления, сохранится ли у вас такое же представление. После этого я приведу примеры из Норильска для того, чтобы объяснить проблему расхождений в исследованиях годовых колец. И еще у меня будет несколько слайдов с Чукотки, из северо-восточной Сибири, где мы надеемся провести дополнительные исследования вместе с нашими коллегами. Итак, что такое дерево? Это простой вопрос. И, скорее всего, вы дали бы мне на этот вопрос простой ответ. Ну, давайте посмотрим, согласитесь ли вы с вашим текущим определением буквально через пару минут. Это фотография, которую я сделал на побережье восточной Гренландии. Мы смотрим сейчас с вами на Северную Атлантику. Растительности немного, однако, если повернуться, мы увидим примерно то же самое. Очень трудно здесь найти лес, трудно найти дерево, но, если вы человек внимательный, вы можете приглядеться и увидеть небольшую растительность вот здесь, между камнями. Это рододендрон лапоникум. И я утверждаю, что это дерево. Вы можете видеть, для масштаба приведена рука, это рука фрица Шранкобера. Но, глядя на руку, мы понимаем размеры этого растения, но при этом мы видим корневую систему, ствол и крону. С теоретической точки зрения вы не можете провести различия между небольшим растением, которое мы видим на экране, и огромным деревом. Но, вы можете сказать хорошо, о дендрохронологии, исследовании годичных колец, для этого требуется... То есть, мы это делаем для того, чтобы реконструировать события прошлого. Если мы на самом деле сделаем разрез вот здесь, вот таким образом мы это сделаем, мы можем насчитать 240 колец. То есть, анатомически, ладодендрон лапоникум выглядит вот таким образом. Это растение растет в Гренландии, этому дереву, этому дереву-кустарнику больше 200 лет. Поэтому, если, еще раз, вы размышляете на тему исследования годовых колец деревьев, я предлагаю вам пошире посмотреть на эту тему и отказаться от традиционных представлений о том, что мы можем проводить такие исследования только в больших лесах. В тундре, что очень актуально для России, для Сибири, вполне можно проводить такие исследования. И в России очень большие области, не покрытые тайгой. То есть, если вы представите себе, что такой лес, да, у вас, наверное, есть какое-то представление о высоте дерева. Но можно отказаться от традиционных представлений о дереве, о лесе и изучать динамику растительности. На вот таких образцах мы можем вполне с маленькими растениями, вот такими, как эти кустарники, проводить углеродные исследования радиоэлектронным методом. Мы можем изучать количественно древесную анатомию и заниматься дендроклиматологией. И если мы поймем, что вот такие образцы дают нам соответствующие возможности, мы открываем для себя новые неизведанные территории. Поэтому еще раз, возвращаясь к исследованию годовых колец, да, понимаем, я надеюсь, мы теперь понимаем, что мы можем проводить подобные исследования и за полярным кругом. Так, давайте начнем с позднее античного малого ледникового периода. Еще один анатомический разрез, и вы видите анатомическую аномалию посередине. Мы можем датировать это кольцо. Это 536 год, то есть практически 1500 лет до современного времени. Это результат холодного периода, очень конкретного холодного периода, и с помощью визуализации анатомии дерева можем говорить не только о годе, но и о его времени года. И, скорее всего, вот это похолодание резкое произошло с июня по июль, и мы смогли получить вот такой образец. Давайте вернемся к тому, что мы сделали. Примерно 10 лет назад мы опубликовали первую статью в Science, в которой описали нашу реконструкцию осадков и температур. Это верхняя часть осадки наверху, точнее, это зима, лето и летние температуры. И это данные по Европам, Европейским Альпам. И самая характерная аномалия, с которой мы столкнулись и в гидроклиматическом цикле, и в летних температурах, фиксируется в районе 600-го года. Мы тогда еще не знали, как это назвать, и что это вообще такое, мы решили, что, возможно, это связано со великим периодом миграции. После этого мы решили расширить свое исследование. И если до этого мы работали в одной точке в Европе, мы решили потом отправиться во внутреннюю Евразию для того, чтобы понять, насколько совпадают данные, которые получены в Центральной Европе, с данными в Евразии. Здесь вы видите направление в сторону монгольской границы, это Тува. И нас интересует сбор образцов от живых деревьев и от погибших деревьев. Высота 2300 метров над уровнем моря, и мы можем найти вот такие образцы, которые, может быть, находятся на этом месте неподвижденной, это тоже лиственница, уже тысячелетиями. Вот этот верхний график, горизонтальная зеленая часть, она представляет собой образцы керна живого и реликтового материала. Мы смогли реплицировать практически 800 деревьев в этой хронологии, и мы получили данные за последние 2000 лет. То есть это наша эра, то, что называется. Здесь вы видите период герминации, когда дерево начинает расти. Синяя линия в нижней части экрана — это изменение в положении высоты деревьев, то есть когда эти деревья были, где проходила верхняя граница леса. И нижняя часть — это реконструкция климата, еще раз, это дендрохронология по кольцам деревьев. У нас больше неопределенности до 500 года нашей эры и в последний год. Все, что между этим, неопределенность в плане большей вариативности, все, что в середине, от 500 до начала 21 века, данные довольно стабильные. Дальше, что мы делаем? Мы сравниваем новые данные из алтайских гор, это красная кривая, с данными, которые мы собрали в европейских Альпах. Удивительнейшим образом, вот эти две хронологии за последние 2000 лет совершенно независимы, потому что деревья росли из совершенно разных географий. Мы видим очень большую согласованность и вариативность от года к году и к общим флуктуациям. Вы видите, что они очень хорошо воспроизводятся. И долгосрочные тренды тоже очень хорошо воспроизводятся в этих двух географиях, то есть совершенно две независимые временные последовательности за 2000 лет и очень высокая согласованность, когеремность между ними. И опять же, что бросается в глаза? В очередной раз в алтайских горах, то, что мы видели раньше в Альпах, мы увидели то же самое в образцах на Алтае, шестой век и резкое понижение температуры. Если приблизить масштаб, если увеличить картинку, вот опять что мы наблюдаем. Это 536 год. До этого вы видели заморозки, то есть кольцо, которое образовалось в результате заморозка. Сейчас вы видите синий цвет. Это астроблюософронин, которые должны быть красными. Эти клетки, все, что здесь синее, это не прошло древеснение, оно не превратилось в древесину. Не легенифицированный образец. Дальше мы эти хронологии переводим в реконструкцию временных рядов. Опять же, за последние 2000 лет резкая характеристика Европы, Евразия. Это вот этот самый поздний античный малоледниковый период в районе 536 года. И дальше встает вопрос, сколько времени продолжалось это похолодание. Несколько десятилетий, вплоть до века. В нижней части вы видите прогрев. То есть мы знаем, что был не просто холодный период времени. И, скорее всего, это было самое резкое похолодание летом за последние 2000 лет. Мы также знаем причины, драйверы, факторы, кластеры были вулканических извержений. В 536 году было первое крупное извержение, потом было извержение вулкана в 540 и в 47 году. Так что этот кластер извержения создал обратную связь. Соответствующие механизмы закольцованы. Мы сегодня уже неоднократно слышали о том, каким образом они вызывают долгосрочные изменения и последствия. А мы знаем, как меняется альбедо, мы знаем, как меняется отражающая способность поверхности, каким образом скапливаются взвешенные частицы в атмосфере, не пропускающие свет и так далее. Вот эти вот пики, они связаны с накоплением серы в ледниковом керне. Они были обнаружены в Адарктике на полюсах в результате извержения вулканов. Вот эти пунктирные линии, солнечная активность, тоже указание на то, что был отрицательный прогрев. Другими словами, было похолодание резкое. Мы связались с историками, историки страшно заинтересовались, и они составили нам календарь событий, по историческим документам, событий, которые происходили в Евразии. Речь идет не только о первой пандемии чумы. Мы знаем, что в 541 году началась, разразилась большая эпидемия чумы, как раз во время похолодания. Мы знаем о миграции людей, о очень больших масштабах миграции в внутренней Евразии, в том числе, соответственно, все это происходило в Европе, и в больших масштабах китайские династии сменялись и так далее. Очень было много событий турбулентных в социальной матрице общества. И пару лет назад мы провели несколько семинаров в Красноярске для того, чтобы собрать воедино разные доказательства и лучше разобраться с этой климатической аномалией в VI веке, сравнив и интегрировав реконструкцию климата по дендрохронологии, с данными по глициальной динамике, с климатическими моделями и так далее, и тому подобные, для того, чтобы получить количественные оценки данных и соотнести их с информацией археологов. Работа не завершена. Мы, безусловно, ее продолжаем. Мы продолжаем находиться на связи с теми людьми, которые поставляют нам разные данные, информацию о том, что происходило. С точки зрения разных наук в этом большом регионе в VI веке нашей эры. Я вам показывала о том, что в Европе есть у нас доказательства позднеантичного малого ледникового периода. Потом такие же доказательства мы нашли и в Алтайских горах. И недавно мы опубликовали статью по тому, как этот период распространялся по северному полушарию. У нас сейчас есть девять точек, девять участков площадок. Если хотите, с этих участков, с этих регионов мы получаем сейчас образцы колец деревьев за последние две тысячи лет. Что очень интересно для нашего с вами семинара, это то, что большая часть этих источников у нас располагаются в России. Три в Северной Сибири, Ямал, Таймыр, Северной Якутии и Алтайский город Алтай. У нас всего три таких источника в Северной Америке, два на Западе США, одна Кребек-Лабрадор, это третье номером помечено здесь, пять, это Европа, но это тот, собственно, пункт, о котором я уже рассказывал, это Альпы. И четыре, вот еще одна точка. Очень похожие данные, все, что мы получаем из Северной Скандинавии, ужасно похожи на то, что мы получаем из Ямала, например. Карты показывают нам летний температурный сигнал с этих девяти точек. И любопытно, что на Западе США мы практически в этих наших двух точках наблюдения не видим соответствующего сигнала. То есть вот эти два пункта, 2.1, это Колорадо и Большой Бассейн, Великий Бассейн, они не дают нам, они не фиксируют четкий летний сигнал температуры. То есть из девяти этих точек, по которым у нас есть сейчас глобальные данные за 2000 лет, на самом деле мы от двух вынуждены отказаться, у нас остается только семь точек. И вот вы видите эти области на карте. Если бы мы коррелировали... Кто-то, видимо, из школы вернулся. Так, часть С. Так, это точно не у меня дома. Вот этот график С, эта часть, это измеренная температура. Б — это прокси, которые тоже очень хорошо соотносятся с реальными данными. Откуда мы берем образцы дерева? Вот прекрасное изображение, сделанное в Дельте Лены. Вы можете отправиться на Колому, на Индикирку, на Яну. Эти все прекрасные реки, эти огромные речные системы, отличные совершенно ловушки для большого количества дерева. Это фантастический архив, с помощью которого мы можем изучать данных хронологию. И все вот эти данные по 2000 лет, они как раз и получены благодаря хорошей сохранности образцов в этих областях. История летних температур последние 2000 лет, и мы видим опять же доказательства того, что в VI веке было резкое похолодание, малоледниковый период. И если мы сравним нашу новую реконструкцию с верхними двумя графиками, мы увидим, да, что было в последнее время потепление, вы видите, оранжевого цвета больше, но при этом мы видим периоды, поздний римский период или в районе 1000 года нашей эры, довольно красные, то есть они были теплыми. И если их сравнить с multiproxy, large scale, крупномасштабная реконструкция температур, которая была опубликована в Nature в прошлом году и консорциум Pages, у них вот такая история получается, холодные-холодные условия в течение практически всего периода нашей новой эры, и только в последние годы потепления. Наша реконструкция по Евразии и Северной Атлантике показывает намного большее естественное разнообразие температур в летний период, и мы видим вот этот явный эпизод охлаждения, который совпадает с позднеансичным малоледниковым периодом, начавшимся в 536 году и продолжавшимся, по крайней мере, пару десятилетий. Давайте еще посмотрим на одно голубое кольцо. Это 536 год и 537 год. 537 год красный, но маленький. Вот эти два кольца. То есть мы знаем, кстати говоря, откуда эти деревья нам поступили. Это реконструкция летних температур, это база данных. Очень интересно, что все эти реконструкции показывают сигнал, соответствующий извержению вулкана, в то время как прокси базы данных включают в себя диняковые керны или отложения в озерах, то есть они меньшего разрешения, и в них больше неопределенности. И их ответ на крупные извержения у вулканов практически незаметно, они нулевые. То есть вот здесь, например, вы можете посмотреть, каким образом выглядят реконструкции по кольцам деревьев и по другим источникам. То есть это сразу первый год после извержения. Сначала охлаждение резкое, потом по крайней мере 10 лет сохраняются. Низкие температуры. Если посмотреть на первые 12 извержений с сотого по 1200 год нашей эры, вот эти два временных периода, вы видите, и с 1200 по 1900, год 17, то есть это 1900, одно по ценам промышленной революции, еще 17 крупных извержений, охлаждений, которые отражаются по годовым кольцам деревьев и практически не отражаются по другим возможным источникам, которые обычно используются для восстановления температур. Еще раз, если мы посмотрим на Евразию, Евразия Плюс, то есть это Евразия Плюс Квебек, вот что значит Евразия Плюс. В основном данные у нас поступают из России, Тальмыр, Ямал, Северная Якутия, Алтай. Самый холодный период за последние 2000 лет. Это 536 год. Потом некие колебания, но в целом этот период заметно холоднее, чем долгосрочные средние значения. У нас было два относительно теплых периода, особенно теплых. Один в конце Римской империи, третий век нашей эры, в основном, и два еще других разогревшихся периода в районе тысячного года, 900 и тысячный, вплоть до, можно говорить, про 1020-1030 год. Вот примерно так. Так, время заканчивается. Еще один пример. Я хочу рассказать вам немного о так называемой проблеме расхождения. И после этого перейти к Норильску. Сейчас вы смотрите на область к востоку от Норильска. Большое количество поврежденного леса. Вот Норильск тут располагается. И у нас ветра в основном западные, северо-западные. И, соответственно, стоит предполагать, что к югу-югу-востоку от Норильска будет распространяться основное повреждение. Вот здесь вот серая зона на карте. Это процент нарушения роста растительности из-за загрязнения окружающей среды. Желтые звезды это основные предприятия. И еще две точки 1 и 2 это западу от Норильска. Это наши точки наблюдения. Вот это градиенты ведров и распространение определенных пород деревьев. В основном это лиственница. Она распространяется в сторону юга-восток. Там бывает еще ели. И цвет означает степень смерти, повреждения. Красное это абсолютно мертвое дерево, зеленое и, соответственно, еще живое. Мы собирали данные по деревьям. Если было живое дерево, мы брали образец. Если не было, значит, по мертвым образцам, погибшим образцам. И вы видите, что примерно с 50-х, 60-х годов прошлого века мы видим резкое снижение жизнестойкости деревьев. Количество живых деревьев резко сокращается и, соответственно, растет количество погибших деревьев. На отдельных участках до 100% деревьев погибает. И помните, что у нас направление какое-то юго-восточное, соответственно, чем дальше. тем больше деревьев выживает в этом направлении. Мы также измерили содержание серы и никеля в деревьях и меди за год до смерти. Как вы видите, у деревьев регистрируется самый высокий уровень загрязнения серой, медью и никелем. Но давайте сделаем шаг назад. Да, вот, есть при этом еще выжившие деревья, которые накопили мало загрязняющих веществ. И мы, естественно, заинтересовались этими выжившими. Очень интересно. Деревья продолжают расти, но они явно страдают. И вот здесь как раз возникает эта проблема расхождения. мы знаем, что где-то с 70-х годов рост деревьев в реальных лесах не отслеживает летние температуры так, как этого стоило бы ожидать. Другими словами, мы знаем, что температуры растут в то время, как рост деревьев замедляется. И вот впервые в моделях мы стали использовать такую проекционную модель, направленную на будущее, для того, чтобы смоделировать рост колец. И у нас есть измерение колец выживших деревьев. Мы видим хорошие темпы роста в первой половине 20-го века, а потом мы видим постоянный спад. И сейчас мы моделируем рост деревьев. Если его смоделировать дальше, то мы можем увидеть тот рост, которого на практике не наблюдаем. Модель показывает, что они должны расти в связи с ростом температуры. Однако, если заложить дополнительный прогрев, так называемый фактор затемнений, мы считаем, что это результат крупномасштабного загрязнения выбросами серы, и есть так называемое явление арктического затемнения, если этот фактор учесть в модели, тогда модель отличным образом совпадает с фактическими измерениями. Мы можем объяснить вот это самое расхождение в модели, того, что из-за роста температуры не растут кольца, не растут деревья, соответственно, мы можем это объяснить повышением загрязнения атмосферы в Арктике серой, которая не пропускает входящее излучение. И в завершении позвольте показать вам несколько слайдов в Чукотке с северо-востока Сибири. Это комплекс Ануи. Он был обнаружен в 50-х годах прошлого года геологом из Москвы. Видите, он там вулкан, вы видите поле лавы на переднем полане и вы видите мертвую древесину. Вот где мы находимся. Мы на востоке от Колымы. Это все еще бассейн реки Колыма. 250 километров к югу востоку от озера Эль-Гегютын. И вот здесь вы видите конус жерла вулкана. Выглядит все как будто там были недавние события. Насколько мне известно, данные еще не подтверждены, совершенно не подтверждены. Все там очень сомнительно. Но нам было бы очень интересно определить датировку этого извержения. Вот эта вот звезда. Мы сначала пошли к жерлу и мы потом наблюдали и проследовали 50 километров. Растекалась лава. Там целые озера. Эта лава затопила. И вот здесь по изображению вы видите, что это идеальная ситуация для дендер-хронолога, который рассчитывает здесь найти мертвую древесину, которая не имеет контакта ни с водой, ни с почвой. Соответственно, она сохраняется в этой лаве очень долго. При том, что в принципе в этом регионе очень много озер и рек и так далее. вот там мы были в прошлом году. Я уже говорила, что поле лавы 52 километра длиной, оно совершенно невероятных масштабов и соответственно мы имеем невероятные возможности найти реликтовые материалы в той области, где мы в принципе из-за количества воды, из-за количества влаги здесь найти такие хорошие материалы не можем. Соответственно, мы хотели провести экспедицию в этом году, пришлось отменить, отложить. Будем надеяться, что в будущем нам удастся туда съездить и все исследовать. Я очень надеюсь, что в своем выступлении я смог показать, что исследование годовых колец деревьев это не просто пересчет этих самых колец, а мы действительно можем получить годовое разрешение, которое, когда мы проводим анализ этих данных, которое очень полезно для того, чтобы связать человеческую историю с изменением климата и также эти исследования годовых колец деревьев в России имеют невероятный потенциал и я очень счастлив потому, что у нас сложилось такое хорошее сотрудничество с замечательными российскими коллегами. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо за очень интересный доклад. Я, к сожалению, у меня сел компьютер. Можно посмотреть в чате, есть ли какие-то вопросы или в зале? Я не виду Майдер. Мне не видны вопросы. появилось. Тогда я спрошу все-таки один вопрос. В том примере, который вы показывали в Норильске, где вы моделируете влияние загрязнений на годовой прирост колец, какие основные параметры используются для моделирования прироста в нормальных условиях без загрязнений. Температура и какие еще? Просто я, может быть, это не уловил из вашего интерпретации. В принципе, моделирование роста достаточно простое, потому что то, что ограничивает рост деревьев, это в основном температура, поэтому модель, точнее не так. Если дерево получает достаточно осадков от дождя и таяния снега, это тоже учитывается в модели, и дальше вариации температуры, которые тоже, безусловно, являются важными водными данными. летние температурами, летние температуры, как правило, в наибольшей степени связаны с качеством колец, плотностью колец, которые мы наблюдаем. На самом деле, конечно, температура является основополагающим фактором, и если мы создаем модель роста деревьев в таких вот средах, обычно мы собираем максимально точную информацию по температурам летним. У нас на самом деле дерево это термометр, это такой датчик температурный. в реальности при этом, вот в частности в Норильске, мы увидели, что у нас есть как раз это расхождение, мы не можем объяснить, почему деревья в Норильске перестали быть термометрами. Мы не могли никак найти объяснение, что происходило с этими деревьями несколько десятилетий. Они перестали нормально, они растут, но они не растут нормально, они растут очень странно, поэтому мы в нашу модель внесли это дополнительные параметры, о котором я упоминал, это загрязнение, это затемнение. Дендроклиматология как раз не может смоделировать рост одного отдельного дерева, однако, если мы можем работать с большим масштабом, регионном, например, модель тогда упрощается, и сигнал становится более четким. Тут важно просто увеличить немножко масштаб, просто не думайте, что мы можем смоделировать рост одного дерева, нет, не каждый дерево ведет себя по-своему, но мы можем проследить общий сигнал, и, как правило, это, конечно, температурный семья. Продолжение следует...